Всем привет, меня зовут Макс Брандт и это мое первое утро в гипсе. Прошла ночь, в принципе ночью никаких особо плохих ощущений не было, то есть руки не затекали. Правда, пол кровати было в крошках от гипса, но это так уже косметические мелочи. Вы можете увидеть, что я все-таки в гипсе. Первая рука, вторая тоже в гипсе. Ну вот, а теперь я немного расскажу вам о своем быте. Наверняка вам интересно, каково это жить с несгибающимися руками. Одевать футболку достаточно непроблематично. Берется футболка, засовывается один рукав, второй, и тянется. В принципе, все, футболка надета осталась, только чуть ее подправить. А вот снимается она достаточно весело. Надеюсь, вам было видно, что зацепляется за ручкой двери. Спускаюсь вниз, стаскиваю себя, и в принципе, футболка снята. Пойдемте в ванную. Вот я и в ванной. Туалет показывать, во-первых, неинтересно, потому что там делается все легко, все, в принципе, привычно, да и некорректно делать. А вот с ванной можно повеселиться. Так, берем пасту. Нужно только... Высушить пасту. Открыть воду. Хи-хи. Вот как-то так, но боиться нереально будет. У меня появились новые лучшие друзья при приеме пищи. Это длинная вилка. Длинный стакан, либо стакан с трубочкой, что еще лучше. Ну и также это блюдце, чтобы пить чай. Показывать я это не буду, потому что многие из вас наверняка в детстве пили, чтобы не обжечься, чай из блюдца. Ну, естественно, есть и те вещи, которые я не могу сделать без посторонней помощи. Например, это полностью застегнуть молнию на кофте или на чем-либо таком, на куртке. Для правой руки нужны длинные... Точнее, не длинные, а толстые, широкие рукава. Потому что вот я, когда ехал со съемок, я приехал в белой кофте, а обратно со съемок мне было не уехать в ней, потому что у меня тупо на правую руку не пролизал рукав. На самом деле, люди не особо замечают. Конечно, попытались мне пару раз уступить местро в метро, но я отказался, сказал, что у меня все нормально. В принципе, для блогера и для меня тоже достаточно жить теперь непроблематично. То есть я могу монтировать, то есть держать мышку, щелкать по клавиатуре, заходить в интернет, это все реально. Также держать камеру, как я уже сказал, тоже очень удобно намыть в этой руке. Минусом еще является то, что все время чешется лицо. Не знаю, по какой причине, либо я раньше не замечал, либо оно начало чесаться только недавно, но приходится как-то об гипс вот так вот тереться и чесаться. Что касается реакции моих родных и друзей, тут она была более лайтовая, чем я ожидал. И вам скажут, что вот опять какая-то фигня, там опять издеваетесь. Ну, а Ксюха улыбнулась и сказала, хорошо, эти руки не сломали. Мама, в принципе, сказала то же самое и говорит, что главное, что не больно. То есть вот после крюков она, конечно, подрастроилась по поводу того, чем я занимаюсь в шоу «Слабо», но в целом все посмелились, сказали, ну ничего, такое задание, хоть может быть выиграете 5000. Но самая, конечно, жесть это с телефоном. Как только он звонит, нужно переходить на громкую связь, потому что с такого вот расстояния не слышно, что говорит собеседник, и не слышно собеседнику, что говорю я. После съемок ребята тоже чуть-чуть подопешили, потому что не ожидали, что один человек сделает обе руки, поэтому начали думать, как мне быть с телефоном. Сразу была идея взять гарнитуру и разговаривать по гарнитуре. Я тоже такой говорю, да, здорово, здорово. А потом подумал, как я в уши наушники-то вставлю? Такое расстояние огромнейшее. То есть от гарнитуры нет смысла, поэтому две недели я буду разговаривать только по громкой связи. Это очень неудобно, но такое задание, что делать. Ну вот как-то так я обрисовал свою жизнь в гипсе с двумя руками. На самом деле это не очень здорово, но в принципе есть свои плюсы, что-то новое испытываешь. И на самом деле всё терпимо, всё здорово. Ребята молодцы, придумали офигительное задание. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал, на Листовое, на все каналы, которые вам нравятся. Всего доброго и лайки ставьте. Так вот.